Всем привет, с вами Борм. Сегодня будет экспериментальный такой формат. Я буду записывать свою реакцию на тизера нового проекта Готика. Пиранья Байц наконец-то полностью отобрали себе права. Уже давным-давно на самом деле, но только сейчас они решили показать, что же они там наконец-то мутят. Поэтому сейчас мы будем смотреть сначала тизер, а потом играбельный трейлер. Короче, разберемся сейчас. Сначала тизер смотрим. Если что, буду стараться вкратце перевести, о чем говорят персонажи в кадре, потому что уверена, он, скорее всего, будет на английском языке. Погнали. Продукт еще не рейтен. Я вспомнил так хорошо тизер, который я называл дома в то время, в колонии. Но он совсем изменился, конечно. Графон вполне себе устаревший выглядит, если эта графика из игры. Ну, окей. Вкранья Байц всегда была маленькой такой конторкой, которая делала маленькие проекты, и когда они добрались до третьей Готики, то тогда там уже у них начались проблемы. Людей мало, мир огромный. Судя по всему, это свиток, который нам давали в первой Готике же. Так это ремейк, что ли, получается, будет? В первой части, что ли? Потому что очень напоминает эту первую часть. Я просто не читал, если что. Что? Так, вот назад. Этот вот момент, вот это. Это очень люто похоже, в общем, на первую, реально, Готику. Самую первую локацию, где вот здесь, да. Это мы спустимся вниз, а там перед нами старый лагерь будет. Я просто не читал, если что, что Пиранья Байт сделает сейчас. Хотя я являюсь диким фанатом Готики. У меня здесь самого это куплено. Это только вторая часть. Это я не все экземпляры еще достал просто, которые смог рукой воплотить. Это видео такое оно. X-Prom. Хм, ну посмотрим, блин, я не знаю даже это. Ремейк первой части, это плейбл тизер. Можно будет скачать, может быть, на трансляции я поиграю в этот плейбл тизер. Ну, ладно, так. Готикоигра.ком. Надо будет зайти, посмотреть, что это из себя представляет. Ну, это вода вот здесь. Ну, в принципе, я так скажу честно, со времен первого Ризона мало что изменилось. Тоже на полке просто стоит, отвлекся. Эффектиков сверху накрутили. Я не знаю, даже атмосфера какая-то первой Готики, она здесь исчезает из-за желтого цвета. Ну, посмотрим, я не сужу. Так, там еще один ролик, это мне скидывали. Продукт не получился. Продукт не получился. Сравнение будет с первой Готикой, я по названию здесь спалил. Я, как вы понимаете, да, пивот кадры из первой самой Готики. Эх, блин, перестримите, что ли? Причем, как будто с модами немного, если честно. Графоний здесь. И нету хелсбара, это и так... Ну, что я могу сказать, да. Это ремейк первой Готики будет все-таки, получается. Не, ну, здесь точно, смотрите, с выкрученным графеном каким-то сверху они что-то накрутили. Я не могу понять, что, но какие-то фильтры как будто это есть сверху. Потому что оригинальный первый Готика не так выглядит. Говорят нам, что вы воры, типа, боитесь. Я, если что, ссылку на канал ютубовский, твича там и так далее в описании оставлю здесь. Где вы сможете перейти, если я буду стримить этот играбельный тизер Готики. Но, если он доступен в открытом доступе, то я обязан просто попробовать это. Так, вот, да. Главное, ревил, как говорится. Старый лагерь, вон он там виден немного. Как же его покажет здесь. А мы здесь поставили еще больше гор, короче, чтобы ты ни хрена его не видел. И, блин, ну, вот не нравится мне это, не нравится мне вот это. Вот, смотрите, они специально, чтобы подгрузок вот и так далее, судя по всему, не было таких жестких прям. Они все там, там все засвечено. Ты не видишь ни хрена что дальше. Я надеюсь то, что... Ну, это ладно, я придираюсь к альфа-билду какому-то, может быть, это на самом деле. Но, блин, надеюсь, вот это они уберут или это можно будет перенастроить хоть даже на консолях. Да, для графоний, для... PS3 нормально. Сейчас это уже устаревше все выглядит. Но, опять же, я делаю скидку на то, что маленькая контора делает. Ну... Так, все, это по кругу пошло. Ну что ж, я могу сказать. Плюсы в том, что ребята все-таки осознали то, что они лучше делают маленькие проработанные миры, чем делают огромные и пустые. Потому что третья готика, хотя там с комьюнити патчами она и нормально играется, она все равно остается очень закрытой такой... Не закрытой, а наоборот, непроработанной. Там деревеньки есть, персонажи все копипастнутые. В общем, такое. Только фанат готики, мне кажется, сможет третью часть осилить. Хотя в свое время с Обливианом они сражались, но... Обливиан вышел забегованный по лютому и сюжет там такой себе. Ну, вы поняли, Обливиан мне не особо нравится. И стилистиков. Но не проблемен сейчас. В общем, да. Ссылки все оставлю внизу. Где вы сможете, если что, запалите мой стримчанский тизер этого играбельного готики. Если он существует, я его найду, попробую, скачаю. Либо вы в комментариях можете ссылку, кстати, оставить. Либо в личку мне ВКонтакте написать и так далее. Потому что очень хотелось бы. Я очень надеюсь, что они все-таки не будут повторять, блин, зараза, то, что они сделали в первой части на 100%. А все-таки разбавят контент, добавят геймплей. Потому что, ну блин, Готика первая, она, мягко говоря, очень устарела. И немного грустно даже все-таки то, что они решили не продолжать историю. А вот взяли и такие, давай сделаем ремейк игры, на которой мы свою популярность и нажили, в принципе. Так и до второй части, это до ремейка, мне кажется, дойдем. Это немного печально. Но, может быть, новая Готика в плане сюжета и так далее была бы еще хуже. Может, они решили то, что третья часть завершила полностью историю безымянного героя. В общем, пока смешанные такие ощущения от этого. Я не стал здесь как черномазы какой-нибудь прыгать и орать, что Диего там и так далее. Потому что я ненавижу такие подобные трейлеры реакции. Реакции на трейлеры. А так, ну да, фанатеет дико с Готикой первой. И второй, и третий уже такой себе. Ну, в любом случае, пока непонятно. Ни рыба, ни мясо. Но, что могу сказать. Заходите на стрим-канал и так далее. Подписывайтесь, ставьте пальцы вверх. Если хотите еще больше разборов каких-нибудь... Какой разбор это, реакция? Ладно, все. Давай, чувак, бывай. До встречи.